15 июня в арбитражном суде в очередной раз рассмотрят дело о банкротстве птицефабрики «Чувашский бройлер». Сейчас в отношении предприятия введена так называемая процедура наблюдения при банкротстве. Это предварительный этап, он необходим, чтобы решить, можно ли оздоровить предприятие или шансов на спасение нет. Правительство региона заинтересовано в первом варианте и полагает, что руководство птицефабрики недостаточно предпринимает должные меры, а именно в попытке преднамеренного банкротства. Обе стороны встретились за круглым столом. Производство социально значимой продукции, несколько сотен рабочих мест и 49% акций. Вот что для республики птицефабрика «Чувашский бройлер». Однако контрольный пакет 51% акций принадлежит компаниям, зарегистрированным в Курской области. И если последние несколько лет у правительства Чувашии голова болит о том, как спасти важное производство, у второй стороны особого рвения не обнаруживается, отмечает временный управляющий. По-простому скажу, моя задача сейчас понять, что делать дальше с должником, куда он дальше пойдет, в морг или в реанимацию. То есть, понятное дело, что все хотят восстановить платежеспособность должника, чтобы спасти мощности, рабочие места, в общем-то, чтобы предприятие работало. Вот. Совместно с правительством все меры, конечно же, для этого предпринимаются. Вот. Ну, честно скажу, была попытка рейдерского захвата со стороны некоторых курских компаний, вот, которые, собственно, потерпела фиаско. На данный момент, то есть, в рамках проведения анализа, также мной было сделано заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства. А намеренно банкротит предприятие, как правило, для вывода активов. За круглым столом третий по счету за последние два года директор, назначенный из Курской области, и, по его словам, птицами раньше не занимавшийся на вопросы отвечал неохотно, передавая слово директору исполнительному. Уже я ж только в сентябре приступил к обязанным своим. Уже было в тяжелейшем состоянии. Ну, как оцениваете работу предприятия сегодня? Ну, сейчас более-менее положительно. Я думаю, потихоньку, конечно, очень тяжелые такие проблемы, но улучшения есть, конечно. А более, что касается производства, Сергей Николаевич вам конкретные цифры может назвать. Исполнительный директор отчитывается, что по показателям вышли на уровень прошлого года, намечено обновление оборудования. Но забывает упомянуть про штрафы в миллион рублей за нарушение прав акционеров. Последних руководители компании не поставили в известность о ряде сделок. Например, приобретение земельных участков в той же Курской области. От сельской земли вы отказываетесь, от техники отказываетесь. И в Курской области покупаете землю для того, чтобы строить дома. Это чувашский бройлер, но предприятие предназначено мясо в России. Может, это как совет директоров, что-то предполагал более коммерческое. Сегодня идет наращение штрафных санкций вместо того, чтобы заниматься реальной работой. Наша цель, повторяюсь, не накладывать на них штрафные санкции. Наша цель защитить интересы нашего населения, Чувашской республики. Мы вышли с обращениями в правоохранительные органы и в прошлом году, и в этом году. Настаиваем на своей позиции, что есть, мы полагаем, элементы преднамеренного банкротства. Еще один факт, который вызывает вопросы. Вся торговая сеть чувашского бройлера находится в ведении компании с любопытным названием «Тениторг». Когда было банкротство, у нас же счета были все закрыты. Они нам помогали. В чем? Ну, реализация продукции. Тут ничего такого незаконного нет. Это сложная юридическая такая процедура. Итог встречи. На конец мая назначен совет директоров. Ситуация компании «Чувашский бройлер» находится на контроле главы Чуваша Михаила Игнатьева и правительства республики. Банкротство, инициируемое со стороны курских компаний, не будет допущено. Это не первый случай, когда выявлено действие, ущемляющее интересы общества. По поручению главы Чувашской республики Михаила Игнатьева, Минюстом Чувашии в 2016 году были инициированы обращения в суд в связи с заключением обществом сделки на более 14 миллионов рублей без реальной поставки товара. Только после вмешательства правительства республики общество обратилось с иском в суд. КОО «Коневской комбинат хлебопродуктов Инвест». И поставщикам были возвращены денежные средства, а также осуществлена частичная поставка зерна. Итог встречи. На конец мая назначен совет директоров. Ситуация в ОАО «Чувашский бролер» находится на контроле правительства республики, дабы не допустить банкротства на обществе, инициируемой со стороны курских компаний.